Янис Кузин, сон в зале. Да, поздравить, Янис Кузин и следующий господин Ащенков. Лабдиена, добрый день, лабдиен. Я вас поздравляю на трёх языках, потому что я считаю, как представитель Латгалии и Латгалец сам по крови, что языки — это наше богатство, и языки нас объединяют, но гражданство должно быть всем равно. То есть и латгальцам, и латышам, и русским должно быть одно гражданство латвийское. У меня так получается, что мои родственники, которых выслали в Сибирь, латыши, они сейчас вернулись обратно в Латвию, они не граждане Латвии. То есть полный абсурд нашего строя. И, к сожалению, много-много разных абсурдов в нашей Латвии, в нашей стране, которые надо исправлять. И исправлять надо это вместе. Вот я тут не соглашусь с предыдущим оратором, который сказал, что Конгресс не граждан должен быть представлен именно русскоязычное население или русские. Нет. Мы должны объединяться все вместе, и латаши, и латгальцы, и русские, и украинцы, и евреи, и так далее. И только тогда мы сможем исправить то, что сделали за 20 лет наши правители, которые не только развалили экономику, не только разделили людей по национальностям, не только продались европейским капиталистам и американским империалистам. Но в то же время полностью не думают о развитии нашей страны в будущем. Немножко официальных слов. Хотел бы всех поздравить участников Конгресса от победнения против нацизма, которые, может, слышали, 16 марта мы пытались как-то прекратить шествие легионеров. Я думаю, что если такие шествия будут, то и... Если эти шествия будут продолжаться, то, в принципе, нашему Конгрессу нет смысла. Потому что если в нашей стране будут шествовать нацисты и приспевшники, то ни один, ни гражданин не станет гражданином автоматически, и не только. Мы знаем очень много случаев, от сидит в зале Юрий Петропавловский и другие, которым не дают по политическим взглядам гражданство. И это полностью противоречит европейским законам. Да, я заканчиваю. Спасибо. Хотел бы пожелать удачи, чтобы всем с вами все получилось. Конечно, 20 лет борьбы, может быть, 20 лет еще перед этой борьбы. Но, вы знаете, молодые люди готовы бороться, в том числе и я, и я эту идею не сдам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...